Какие достижения вы видите за эти 25 лет? Ни из каких. Упадок. Пошла республика наша. Я получаю 1400 гривен пенсии, а принесли только за одну квартплату 160 рублей двухкомнатную. А что будет отопление? Я даже не знаю, но... В каких-то сферах вообще может быть? Наверное, скорее всего, что спорт. На Олимпийских играх неплохо они показали. 11 медалей заработали. Достижения. Мы жить стали хуже. Какие достижения? Посмотрите, как мы одеты, все плохо. А как бы вы тогда хотели видеть Украину? Какое вот будущее? Счастливой. Чтоб все были сыты. Чтоб работа была у людей. Местные, как бы. Так что, извините, ладно? А ну а вообще Украина? Жизнь хорошая здесь. Нам очень нравится. А так вот приехали в Мариуполь. У меня правда сын тут живет. Но очень хорошо. Жизнь как-то поменялась. Очень хорошо. Ну, мне кажется, хорошая. Все нормально будет. За достижения? Да. Ну, просто для меня раньше это была, как говорится, страна в России. Ну, и Украина просто. А сейчас я просто люблю Украину. Я знаю, что я люблю Украину. Вот это мои достижения. Какой бы хотела видеть? Цветущий. Чтоб люди хорошо зарабатывали, жили хорошо. Ну, я имею в виду, наш слой, а не только верха. Чтоб дети были счастливы. И вы видите. Вы знаете, какие достижения? Вот я была очень горда за то, что парад показал, что мы сильны. И у нас все есть для того, чтобы Украина была едына и непобедима. В будущем нашу страну, во-первых, в первую очередь мир надо решить. Проблему с Донецком. И знаете, более конкретное решение Донбасс. Федерация значит федерация, но не потерять Донбасс. И в будущем, ну, просто Украина сильна и может в Европу спокойно идти. Но не сразу. Вот эти тусовки, которые в Верховной Раде по всем странам, цепляние, биение, выходят оттуда с таким носом, с такой головой разбитой. Надо прекращать и более культурно создать парламент. Я даже не знаю. Не, на самом деле, мне кажется, дух патриотизма уже сейчас более такой хороший у нас стал. Вот. В принципе, наши олимпийские чемпионы тоже показывают неплохие результаты в мире. Хотелось бы лучше, но такое. Футбол у нас развивается тоже, в принципе, неплохо. Хотелось бы все-таки, чтобы была целостность Украины. Крым был украинский, и Донецк тоже был украинский, Луганск. Вот. Я за целостность Украины, чтобы просто мы жили в мире. Я понимаю, что, может, конечно, финансы у нас сейчас не позволяют этого, но главное, чтобы мир был. Спасибо. Реформы в полиции, в армии. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы закончилась война или что у нас, а то. Ой, ну, хотела бы, чтобы все было хорошо, чтобы дети были здоровы, чтобы все были богатые, но, к сожалению, я боюсь, что это очень долго. Достижение, что мы в Калиновке были, и весь день, и всю ночь нас бомбили. Кто неизвестный. Вот это достижение. Хочется верить, что подъем будет выше, если, скажем, создадут еще Министерство генетики, чтобы людям вести разъяснительную беседу о том, с какими генами им вступать в брак. Для размножения крепкого народа, гармонично развитого, трудоспособного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!